Издательство Эксмо Марио Пьюзе Четвертый Кеннеди Моим детям Энтони, Дороти, Юджину, Вирджинии, Джозефу Книга первая Страстная пятница Глава первая Оливер Олифант прожил сто лет, но ум его оставался абсолютно ясным, к несчастью для него. Ясность ума множилась на его изощренность, а потому всю жизнь, урушавший Божьи заповеди и законы общества Оливер Олифант, убедил себя, что совесть у него кристально чиста. Столь блестящий ум позволил ему избежать практически неизбежных ошибок повседневной жизни. Он ни разу не женился, никогда не пытался занять выборную должность и не имел друга, которому бы доверял как самому себе. И сейчас, находясь в своем тщательно охраняемом поместье, расположенном всего в десяти милях от Белого дома, Оливер Олифант, самый богатый человек Америки и, возможно, самый влиятельный гражданин этой страны, ожидал прибытия своего крестника Кристиана Кли, генерального прокурора Соединенных Штатов. Обаяние Олифанта не уступало уму. На этих двух китах и покоилось его могущество. Совета этого столетнего старика искали многие сильные мира сего. За уникальные аналитические способности его прозвали Оракулом. Будучи советником президентов, Оракул предсказывал экономические кризисы, катастрофы на Уолл-стрит, падение доллара, бегство иностранных капиталов, фантастические пироиды цен на нефть. Он предсказывал политические шаги Советского Союза, внезапные объятия соперников из демократической и республиканской партии. А, ко всему прочему, состояние его превысило 10 миллиардов долларов. Естественно, советы такого богатого человека ценились, даже если он и ошибался. Но такое случалось крайне редко. И теперь, на Страстную Пятницу, Оракул волновался только об одном — праздновании своего сотого дня рождения. Гостей собирали в первый день Пасхи в розовом саду Белого дома. Хозяином выступал никто иной, как президент Соединенных Штатов, Фрэнсис Завьер Кеннеди. Оракулу льстило такое внимание. Ему представлялась возможность еще раз напомнить миру о своем существовании. Но к радости примешивалась грусть. Он понимал, что вечеринка эта станет его последним выходом на сцену. В Риме, на Страстную Пятницу, семеро террористов заканчивали последние приготовления к покушению на Папу, главу римской католической церкви. Эти четверо мужчин и три женщины верили, что они освободители человечества. Они называли себя «христами насилия». Возглавлял группу молодой итальянец, в совершенстве овладевший техникой и тактикой террористических операций. Для этой он выбрал себе кодовое имя Ромео, выказав тем самым ироничность своей натуры и сентиментальный аспект любви к человечеству. Вечером Страстной Пятницы Ромео отдыхал на конспиративной квартире, предоставленной интернациональной сотней. Лежа на смятых простынях, выпочканных сигаретным пеплом и пропавшим потом, он читал карманное издание братьев Карамазовых. Мышцы ног сводило от напряжения, может даже страха, но значения это не имело. Пройдет, как проходило всегда. Но эта операция очень уж отличалась от прежних не только сложностью, но и опасностями, грозящими телу и душе. В этой операции ему предстояло стать истинным Христом насилия, и иезуитский подтекст, скрытый в этом имени, всегда вызывал у него смех. Ромео, урожденный Армандо Джинджи, происходил из богатой знатной семьи, которая обеспечила ему счастливое детство, роскошное существование, религиозное воспитание и блестящее образование. Совокупность всех этих плюсов столь оскорбила его врожденный аскетизм, что в 16 лет он отринул и мирские радости, и католическую церковь. И теперь, в 23 года, убийство папы представлялось ему апогеем его бунтарства. И, тем не менее, задание это вызывало у Ромео суеверный страх. Ребенком он прошел обряд святой конфирмации, который проводил один из кардиналов с красной шапочкой на макушке. Эта зловещая шапочка, окрашенная в цвета адского огня, навсегда впечаталась в его память. И вот, поддерживаемый Богом во всех начинаниях Ромео готовился совершить преступление столь ужасное, что миллионы людей будут проклинать его имя, настоящее имя, ибо в соответствии с намеченным планом ему предстояло попасть в руки правосудия. Но со временем он, Ромео, будет объявлен героем, который помог изменить нынешние жестокие порядки, сбросить оковы, пригибающие человечество к земле. Преступное в одном столетии становилось святым следующим, и наоборот, с улыбкой подумал он. Первый папа, взявший имя Иннокентий, много сотен лет тому назад издал буллу, узаконившую пытки, и был объявлен святым за то, что силы устанавливал истинную веру и спасал души еретиков. Примечание. Святой Иннокентий I, римский папа, умер в 417 году. Конец примечания. Ромео с иронией думал о том, что церковь канонизирует папу, которого он собирался убить. Он создаст нового святого. И как он ненавидел их, всех этих римских пап, Иннокентий IV, Пия, Бенедикта. Они так старались очистить мир от грехов, накапливая богатство, подавляя настоящую веру, в основе которой лежала свобода человека. Эти напыщенные колдуны, калечащие человечество своей магией невежества, извращающие истину. Он, Ромео, один из первых сотней христов насилия, поможет стереть с лица земли эту отвратительную магию. Первая сотня, которую только невежды могли называть террористами, действовала в Японии, Германии, Италии, Испании и даже в славящиеся тюльпанами Голландии. Но не в Америке. Этот бастион демократии, место рождения свободы, мог дать миру только интеллектуальных революционеров, которые падали в обморок при виде крови, которые взрывали бомбы только в опустевших домах, предупредив людей о том, что их надо покинуть, которые полагали, что совокупление на лестницах зданий, где размещались государственные учреждения, и есть проявление бунтарства. Какими же жалкими выглядели эти потуги, неудивительно, что в первой сотне не было ни одного американца. Ромео вырвался из грез. Какого черта? Он даже не знал, сотни ли их. Может, пятьдесят, может, шестьдесят, но сто – число символическое. Именно такие символы объединяют массы и привлекают внимание прессы. Наверняка Ромео знал только одно – он из первой сотни, так же, как его друг, профессиональный террорист Джабрилл. В одной из многочисленных церквей Рима зазвонили колокола. Страстная пятница, шесть часов. Еще час, и придет Джабрилл, чтобы еще раз уточнить все этапы этой сложнейшей операции. Убийство папы станет первым ходом в тщательно продуманном шахматном дебюте, и открывающиеся перспективы вдохновляли романтическую душу Ромео. Джабрилл был единственным человеком, который вызывал у Ромео благоговейный трепет. Джабрилл в полной мере познал предательство правительств, лицемерие власть имущих, опасный оптимизм идеалистов, промахи даже самых опытных террористов. Но прежде всего, Ромео видел в Джабрилле гения революционной войны. Ему были чужды милосердия и инфантильная жалость, свойственные большинству людей. Джабрилл видел перед собой только одну цель – освобождение человечества. Более жестокого человека встречать Ромео не доводилось. Он сам убивал невинных людей, предавал родителей и друзей, разделался с судьей, который однажды уберег его от тюрьмы. Ромео понимал, что политическое убийство может рассматриваться как разновидность безумия и соглашался заплатить эту цену. Но когда Джабрилл сказал ему «Если ты не можешь бросить бомбу в детский сад, значит, ты не настоящий революционер», Ромео честно ответил «Этого я сделать не смогу». Но папу он убить мог.